Привет, Наташа. Привет. Наташа, слушай, расскажи, может, историю, как вот ты попала в Египет, почему выбрала не Майами, не Испанию, а Египет? Знаешь, облетав, наверное, половину мира, я поняла, что для меня более комфортна жизнь в Египте. Почему? Начнем с того, что моя семья уже больше 30 лет живет в Египте. Египет очень богат фруктами, очень богат своей культурой, наверное, своей природой. Ты же понимаешь, 365 дней в году у нас море, пляж, температура воздуха, солнце, дождя. Мы тут редко, видимо, вот как бы зимы у нас тут нет, сам понимаешь, сам зимой у нас, ты все прекрасно понимаешь. Вот. Я очень люблю фрукты. У меня, моя жизнь меня привела к тому, что по семейным обстоятельствам я вынуждена была переехать в Египет с ребенком, как бы отказавшись от многого, ну, выбрала именно Египет. Не только потому, что как бы я так хотела, а потому что, ну, так получилось. Так на это сподвинула меня моя судьба. Вот. Но я не жалею об этом ни в коем случае. Были ситуации плохие и хорошие, и тяжелые, и легкие, но при этом я очень люблю Египет. Тут очень хорошие люди, тут очень качественная медицина, причем, если ты не знал, я тебе скажу, Египет это одна из всех стран в мире, которой за подделку препаратов смертная казнь. Да, тут нельзя подделать препарат. То есть мы знаем, что везде в странах СНГ, в России, в Украине и в Германии и так далее препараты тебе могут быть какой-то там аналгин, да, может быть побелка со стены вчерашнего производства, грубо говоря, да, там, вот, залежавшаяся. Мы не знаем, грубо говоря, что мы пьем. Но в Египте за подделку препаратов смертная казнь, поэтому все туристы, которые прилетают к нам на отдых, они отсюда улетают с полным багажом препаратов. Первое, что мы покупаем, это масла, крема, таблетки, может быть ты слышал, те же там черный тмин и так далее, все уезжают отсюда с препаратами. На подарки везут масла. Вот. Поэтому, как бы, ну вот так, я знаю, то есть много разнообразных путешествий. То есть Египет очень богат, ты понимаешь своей природой, соответственно, очень много разнообразных экскурсий и так далее. Ты можешь поехать обследовать новые места. То есть есть многие новые места, которые еще недоступны для многих туристических компаний. Вот так. Ой, любое. Даже скажи, а вот сколько, например, у нас бюджет уходит на жизнь, например, в месяц? Иска, что это не секрет? Да нет, конечно, не секрет. Смотри, бюджет у всех разный. Соответственно, если мы привыкли есть черную и красную икру, то бюджет у нас и красную рыбу. Бюджет у нас будет в среднем аренда квартиры начинается, ты же сам знаешь, можно снять квартиру за 3,5 тысячи фунтов. Это будет тебе стоить, если сейчас там 100 долларов, грубо говоря, можно за 150 снять квартиру бюджетную, можно снять за 200 долларов. Если мы снимаем через квартиры через каких-то там интернациональных людей, да, но то есть не у египтян, то, конечно же, там начинается такса только в долларах. В фунтах они вообще варианты не рассматривают, им такие варианты не нужно. Поэтому всем твоим подписчикам советую обращаться, можно ко мне лично, можно к тебе лично, я помогу. Желательно снимать квартиру в фунтах и договариваться непосредственно с египтянами, потому что без комиссии, без залогов очень важно снимать квартиру без залога, потому что, как показывает практика из жизни в Египте, залоги никогда не возвращаются. Найдут массу причин для того, чтобы тебе не возвращать твой залог. То есть поломал ручку в двери, до которой ты даже не дотрагивался, либо ты сломал стиральную машинку, которую ты никогда не трогал, не открывал, потому что они тут, как правило, такие, как у нас когда-то были в Советском Союзе ромашки или малютки, я не помню, как уже они назывались, да. Вот, как правило, они более-менее такие тут. Поэтому очень много людей найдут много, массу вариантов для того, чтобы тебе не вернуть твой залог. Поэтому лучше снимать египтян, сразу договариваться без залогов, оставлять минимальную какую-то комиссию тому же агенту по недвижимости в районе 2% от стоимости, которую ты снимаешь. Плюс продукты. Значит, продукты, опять-таки, если вы заказываете рыбу, если вы хотите рыбу, опять-таки, проще подъехать на рыбный рынок, который находится у нас в центре Хургады, на Сакале. Это рыбный рынок, наш самый большой, возле мечети Эльмины. Там вы можете договориться за то, чтобы вам приготовили гриль. Есть также очень много контактов людей, которые даже мне домой привозят гриль, люди, которых я знаю очень много лет. Вот, мы обязательно попробуем с тобой на днях этот гриль, он безумно вкусный, безумно классный. И, опять-таки, привозят его с самого рынка. Также можно поехать на этот рынок, подойти к любому продавцу, показать на определенную рыбу, там, сказать, сколько она стоит, либо по-арабски сказать, бекам ди, то есть, чтобы понимали. Опять-таки, если вы приехали в Египет, вы должны понимать, что вы идете по городу, и вам каждый второй будет видеть, что вы турист, вы не похожи на египетянина, и будут требовать от вас, там, вот, зайди ко мне в магазин, у меня все дешевле, или в аптеку ты приходишь, тебе говорят, у меня препараты в долларах, в евро, так же самое Uber, доллары, евро нет. Нет, всегда понимайте, что на каждом препарате, на каждой, на каждом упаковке внизу написана цена, там, где есть дата, срок годности, внизу написана цена, она указана в фунтах, вот. Проще сразу по приезду менять на фунты, доллары, рубли, все что угодно, гривны, так далее, евро, менять на фунты и рассчитываться в фунтах, потому что вы очень сильно будете экономить. Опять-таки, рассчитывать в долларах, это очень дорого, вот. Как бы, в принципе, у меня бюджет в месяц, учитывая то, что я оплачиваю школу, да, учитывая продукты питания, ну, выходит около 6 тысяч фунтов, это где-то на сегодняшний момент, если брать по черному рынку, это 100 долларов, если брать по обычному рынку, это 200-250 долларов. Если же, конечно, жить на полную ногу, да, на широкую ногу, то я тебе хочу сказать, тебе и 500 долларов не хватит, но это при всем при том, что мне не приходится снимать жилье. Если бы мне приходилось снимать жилье, то, как я снимала его когда-то, да, то это мне обходилось в среднем в месяц где-то на 400 долларов. В среднем месяце, да? Да. Да, но при этом я знаю, что, да, я уже меняю на фунты, как бы я наученная. До того момента, когда я научилась это, когда я поняла саму систему, то, знаешь, когда, можно сказать, в самом начале я была еще обычным туристом, то у меня, конечно, это обходилось в колоссальные деньги. Это можно было сказать, что у меня в месяц уходило и по тысяче долларов, но это было просто очень много и очень дорого. На данный момент я не скажу, что это дорого, и просто нужно научиться поставить себя, что ты не приехал как турист, но ты, как в своей стране, почувствовать, что ты тут наслаждаешься вот этим отдыхом, да, и при этом ты можешь сэкономить деньги. Даже на тех же там поездках на экскурсии или куда-то еще можно сэкономить эти деньги. Вот, можно рассчитаться также в фунтах, если ты рассчитываешься в долларах, то не спеши брать, допустим, там вы прилетаете через определенную авиакомпанию, да, туроператора, там, к примеру, Аннекс Тур, либо Библия Глобус. Мы должны все прекрасно понимать, что у этих авиакомпаний, туристических компаний, у них цены указаны в долларах, и, как правило, допустим, минимальные, там, мы возьмем с тобой Каир, к примеру, да, допустим, у меня это стоит 45 долларов, у них это будет стоить 65, 70, 80 долларов, бывало такое, что Библия Глобус Каир был 80, 85 долларов. То есть тебе, хотя программа экскурсионная у всех одинаковая, есть также самые индивидуальные какие-то, понимаешь, там, индивидуальная экскурсия, индивидуальная, там, ты хочешь посетить, просто сам ты хочешь насладиться этим отдыхом, ты хочешь взять вот себе там индивидуального гида русскоговорящего или англоговорящего, неважно, ты хочешь взять себе своего гида и просто вот сесть в свою машину, грубо говоря, и поехать, опять-таки, есть разнообразные цены. Поэтому это все, прежде чем мы летим отдыхать, мы должны в любой стране мира, наверное, для начала узнавать конкретные какие-то этапы, которые нас интересуют, соответственно, продукты питания, соответственно, жилье, и не кидаться, как это все делают, да, там, к примеру, в Египте кидаются в группу резиденты Хургады или там аренда недвижимости в Хургаде, да, там пишут, мы хотим снять квартиру, и начинается у нас, нас заваливать смс-ками, а вот у меня 200 долларов и плюс комиссия, а у меня вот 300 долларов и плюс комиссия. Никогда на такое не надо вестись. Да, конечно. По приезду в Хургаду вы уже должны понимать, что есть квартиры, которые можно снимать в фунтах. Сразу поменяли себе на фунт и просмотрели онлайн какой-то курс фунтов на доллары или на рубли, так же самое беспроблемное, это можно тут, ты знаешь, обменять. Так что вот так, ну жизнь в Египте комфортная, недорогая, как бы во всех странах она сейчас дорогая эта жизнь, но в Египте комфортно, недорого, можно жить и чувствовать себя потрясающе. Ты сам прекрасно знаешь, фрукты у нас недорогие по сравнению со всем, везде идет импорт-экспорт, у нас они свеженькие, наши, вот, дорого как бы мясо, но рыба опять-таки она дешевле мяса, потому что она своя. Сколько получается здесь стоит мясо, значит это, например? Да, смотри, есть опять-таки три вида мяса, у нас есть мясо египетская корова, опять-таки египетские куры конкретно, да, как бы куры ниоткуда не привозят. Есть бельгийская корова и индийская корова. Так вот, египетская корова будет стоить тебе один килограмм мяса в размере 10 долларов, ну то есть 10-15 долларов. Если мы берем бельгийскую, либо мы берем индийскую корову, она будет стоить где-то 5-7 долларов килограмм. То есть уже как бы, ну разница... Дешевле? Конечно. Если мы берем фунтах, то египетская корова будет стоить килограмм 400-450-500 фунтов. А если это будет бразильская, которую мы стараемся брать, бразильскую, не индийскую, то в таком случае она будет стоить килограмм где-то максимально 280-270 фунтов. Вот так. Так что вот так. Ага, давай, дайте. Нет, все, потом. Нет. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот, Наташа, ты привыкла к тебе, что на каждом углу тебя хотят постоянно на йо? Вот здесь на каждом углу там вот, ну вот, по мелочи, но вот обмануть. Знаешь, я всегда, говорят, это проще отморозиться, да, проще сделать морду кирпичом и пойти вперед. Вот, но я, наверное, уже за столько лет привыкла просто идти по улице, если начинают ко мне там где-то что-то там придалбываться, или в той же аптеке мне там говорят там препарат, у меня был такой случай недавно, мне нужны были купить таблетки, мои таблетки стоят 10 фунтов. Ну, то есть это вообще, я даже тебе не скажу, сколько это в долларах, это полдоллара, грубо говоря. 20 рублей на 20 центов, короче говоря. Или 10 гривен, если это на гривны, да, грубо говоря, это 20, да, 20 центов в долларах. То есть я зашла в аптеку, мне, он на меня посмотрел, да, говорит, ну, блин, думаю, туристка зашла, понимаешь, и мне говорит, значит, таблетки стоят 490 фунтов, это 15 долларов. И я такая, он мне в фунтах, я говорю, окей, как бы я аль-шахена, я по-арабски, я сказала ему, я живу тут, я местная. И сразу прайс меняется, я говорю, покажи мне пакет, дай мне пакет таблеток в руки. Он мне дает этот пакет таблеток, я переворачиваю таблетки, и я вижу, что с другой стороны таблеток под датой изготовления, срок изготовления, срок последней даты, там выпечатано, причем там вот именно набивными буквами, я тебе все покажу, ты все заснимешь, там именно написано прайс, прайс идет в египетских лирах, ну, в египетских фунтах, все написано в фунтах, поэтому, как бы, не надо себя давать обманывать. Были такие случаи, когда мне нужен был обычный аспирин, он стоит что-то около 20 фунтов, я зашла в аптеку, он мне говорит, что, типа, 20 фунтов, но это, говорит, за одну пластинку, то есть в упаковке идет 3 пластины, 30 таблеток, на одной пластине 10 таблеток, то есть он пытался с меня взять деньги, как за 30 таблеток, продав мне 10 таблеток, понимаешь, ну, то есть, как бы, вот так вот. На этом, на этом хотя бы, да? Да, то есть, и так это элементарно везде, даже если мы покупаем фрукты в приотельной зоне, мы потом сделаем отдельный с тобой блог, ты все сам посмотришь, сам убедишься в этом, приотельная зона, даже у нас тут, рядом с домом на мамше, написано, вот тут рядышком с нами, написано, значит, клубникам, 5 евро килограмм, то есть мы заходим с тобой в Карфур за домом и видим, да, и видим, что килограмм клубники сейчас стоит 24 фунта, это меньше доллара. Это пол евро вообще получается. Да, 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 это меньше доллара, килограмм, то есть и она большая, красивая, она свежая, мы можем себе выбрать то, что мы хотим, при этом, если вы боитесь, допустим, хотят перевезти домой, часто мы, когда раньше летала домой, я тоже всегда возила фрукты отсюда, никогда не следует покупать у каких-то там, типа Найл Фараон, там, супермаркет, который везут все туроператоры в этот супермаркет, никогда не стоит там ничего покупать, потому что цены идут, опять-таки, туристические, сам понимаешь, правильно? Да, я в такой Захаре не делал. Да, вот проще очень дорого. Проще нам выйти в Дахар, в рынок, опять-таки, когда мы в Дахаре, в рынке, надо брать египтянина какого-то, либо вот девочку, как я, к примеру, либо такого же плана, которая тут местная, которая может пообщаться по-арабски, и объяснить им, что мы тут местные, мы не приезжие, не надо нас наё, да, поэтому, как бы, проще так, мы будем понимать, что мы можем, опять-таки, извини меня, 5 евро и пол евро, ничего себе, мы 4,5 евро с тобой на килограмме клубники уже сэкономили. А так, получается, ты здесь уже 9 лет живешь, да? Да. Скажи, сколько раз вот тебе в год, будем считать, не вспомнишь, предлагали замуж? Очень много раз, у меня даже было 2 неудачных момента выйти замуж, вот, очень много обмана, я не скажу, что все египтяне такие, конечно же, как бы и у нас, и везде мужчины все одинаковые, ну, не все, но большинство, да, будем сказать, что говорить, что 50 на 50, есть плохие, есть хорошие, но с египтянами нужно быть очень осторожными, почему? Потому что сюда приезжают бабушки за 55, за 60, которые любят прикармливать их деньгами, понимаешь, соответственно, мужчина теряется, мужчина, который, опять-таки, египтяне, это не так, как у нас, мы привыкли, что мы закончили школу, мы обязаны пойти в колледж, мы обязаны пойти в институт и так далее и тому подобное, правильно? Потому что мы знаем, что в наших странах без этого найти хорошую работу, построить бизнес нереально, вот, в Египте все очень по-другому, тут хорошая школа платная и она очень дорогая, вот, то есть, допустим, я за свою дочку месяц плачу 100 долларов, это без трансфера, это просто школа, отдельно-таки я плачу трансфер, это еще там 50 долларов, то есть, ну, как бы, да, чтобы возили, потому что школа находится не близко к дому, вот, но при этом я знаю, что она получит хорошее образование, что она получит хорошие сертификаты, сможет пойти дальше. В Египте мужчины обучаются бесплатно, очень мало семей, у которых, ты же видел, где много очень детей, правильно, соответственно, на всех детей, на 5-6-7 детей, они не могут выделить бюджет, когда зарплаты в Египте, ты знаешь, небольшие для египтян, вот, поэтому мужчины обучаются бесплатно, после этого у него нет возможности поступить в университет или в институт, приезжает вот такая вот бабушка и начинает, значит, очень много таких случаев, когда мужчине 27 или 26, бабушке 65, они уже женаты, потому что бабушка прикормила его деньгами, ты знаешь, таких случаев очень много. А, он даже женился в 27 лет, да? Да, это очень много таких случаев, они распространенные для Египта, поэтому... Подожди, 27, 37, 47, 57, 40 лет разница? Да, да, это нормально, это нормально, это абсолютно нормально. Это даже не внучок, а правнук уже. Я ж тебе, знаешь, у нас ходит такая, с девочками тут моего возраста, у нас ходит такой вот, как бы, знаешь, шутка, наверное, типа, что ее фараон заждался, за ней песок сыпется, а она вот с мальчиком молодым зажигает в кафе, вот, но при этом это нормально, это сплошь и рядом, вот, и у меня было два таких случая. Один случай вроде бы, как бы, я не могу сказать, что там он там гулял с женщинами, нет, просто мы решили открыть бизнес, деньги ушли в непонятно куда, потом в итоге я вернула эти деньги благодаря своему хорошему адвокату, но я поняла, что ваши деньги должны быть только при вас, никогда никому не давайте их. Здесь, да? Конечно, вот, а второй случай, как бы, тоже, хотя человек был с образованием, но мужчина, который любил женщин, любил женщин постарше себя, хотя я была, как бы, ровесница его, но в итоге я обнаружила то, что у него были женщины намного старше его, но если ты хочешь, ты можешь это терпеть, но я не терпеть никогда такого не буду, то есть хочешь, свободен, до свидания, иди гуляй, вот, не скажу, что это все, есть очень много мужчин, которые, соответственно, очень любят своих женщин, они преданы и верны ей, они верны своей семье, все зависит от воспитания, как тебя воспитали, так ты будешь относиться к женщине, если, как я воспитываю своего сына, что он обязан уважать свою жену, потому что он должен относиться к своей жене так, как будут относиться к его дочери, то есть он должен поставить себе пример, что его жена, это так, это его дочка, и вот как он относится к ней, так будут относиться в будущем к его дочери, то есть и так должны воспитывать женщины своих сыновей для того, чтобы сыновья, вот, как ты хороший парень, чтобы понимали, что мы должны беречь женщину, но при этом и женщина должна относиться хорошо к своему мужчине, если женщина, он приходит домой в расслабленном состоянии, он понимает, что у него приготовленный ужин, постиранные вещи, он просто пришел расслабиться, то мужчина будет стараться для женщины что-то делать, Если он, конечно же, приходит домой и ничего не готово, она, ой, я очень устала за целый день, но при этом я сидела дома и ничего не делала, то, конечно же, отношение будет такое же самое. Но в Египте с мужчинами надо быть очень осторожными, потому что те, которые конкретно там с Каира, они еще более-менее, те, которые далеко от Каира, вот, приехали с каких-то там заоблачных сел без воспитания под 10 детей в семье, вот, мужчина никогда не привык зарабатывать. Не надо на это вестись, будьте осторожны, девочки, сразу говорю, никогда не ведитесь в Египте на мальчиков, которые работают в отеле, аниматоры, стоят за рецепшеном, таксисты, вообще вот эти убер-отмашки, знаешь, типа, вот я такой вот таксист, я вот такой классный, вообще никогда, даже не стоит вообще обращать внимание. Сразу улыбнулась, прошла мимо, все, дай номер, извини, нету телефона, купи мне телефон, будет у меня номер, ну, как-то так. Да, вот так вот, да? Да, потому что с ними надо быть очень начеку. Начеку. А ты предлагали там второй, третий, четвертый женой быть? Ты знаешь, у меня вот этот второй опыт, не то, что предлагали, я вроде думала, что я одна жена, да, как бы, слава богу, у нас не дошло дальше, чем брачный договор, у нас дальше не пошло, потому что в один прекрасный момент я поняла, что у этого человека есть еще две жены. А, вот так вот, по Орфи, по этой теме, да, тут? Нет, у него была одна официальная жена, Расми, зеленый документ, вот она была из Германии, вот, да, и вторая жена у него была египтянка, соответственно, тоже, как бы, такой же зеленый документ, вот, это далеко не Орфи, как бы, и доктор, это доктор, это далеко не там, ну, и таксист, вот, но при этом, такой, знаешь, горький опыт, чисто случайно, Леш, это все всплыло, чисто случайно, я просто, он воспользовался моими часами, смарт-часами, и когда я на него накричала, говорю, почему ты у меня вообще взял, не спросив у меня разрешения, положи на место, он положил у меня на место эти часы, я открыла часы, имеют функцию памяти, и поняла, что там какие-то есть фотографии сохраненные, я открыла эти фотографии, у меня был дикий шок, вот, ну, при чем, как бы, его семья знала, только обо мне, они не знали ни о ком, да, даже такие, такое практикуется в Египте. Чего-то он помилочи спалился, можно считать. Скажи, да он просто забыл вытереть эти фотографии, ему надо было стереть все, а он забыл, но, видать, я сильно на него накричала, поэтому не удалось удалить вовремя. Слушай, так получается, если он там вторую, третью жену, например, там уберет, он должен всех содержать же, так? Согласно закону ислама, четыре жены могут иметь только мусульмане, то есть крестьяне только один раз женятся, они не имеют права завести себе вторую или третью жену. Но опять-таки будем говорить, допустим, две религии, крестьянство и мусульманство, которые есть в Египте. Крестьянство это та религия, как и везде крестьяне, да, мы имеем право не только завести себе одну жену, мы можем себе еще завести 20 любовниц без никаких контрактов и жить себе припеваючи. В Египте ты можешь иметь 10 орфи спокойно, беспроблемно, законных и никто тебе ничего не скажет. Есть еще незаконные орфи, которые ты можешь купить там в книжной лавке, подписать дома на коленках и при этом ты типа вот орфи у тебя уже есть, то есть что такое орфи? Сам, да? Да, что такое орфи, это документ, опять-таки их несколько видов, это документ, который дает тебе право египтянину, это не касается тебя, это именно египтянину жить с интернациональной женщиной в квартире, потому что если девочка заведет себе египтянина и захочет пригласить его к себе в квартиру съемную или свою арендованную или еще какую-то там свою личную квартиру, она не может это сделать, потому что если не дай бог кто-то из соседей позвонит в полицию, ей 5 лет тюрьмы, с депортацией за проституцию будет красная печать в паспорте, будет написано «проститутка» и «до свидания». Это наша русская и славянская девочка. Да, да, да. С египтянина. А ему будет тюрьма. Сразу? Сразу же. Ну, понятно, если у него хорошие связи, его отмажут, но ее нет. Вот, при этом ни в одну мусульманскую страну, такую как Египет, Турция, Дубай и так далее, она никогда не попадет, пока будет действовать этот штамм. Штамм действует от 5 лет и до 15, там, ну, кому как повезет. Вот, поэтому с этим нужно быть, Леша, очень осторожным. Вот. Опять-таки, если мы делаем орфи официального адвоката, мы делаем отпечатки пальцев, как это было сделано у меня, у нас есть фотографии, при этом орфи я имею полное право, там, допустим, если у нас рождается совместный ребенок, чего, слава лоху, не случилось. Вот, то есть я имею полное право потребовать содержания на этого ребенка. Но, если он женится официально, то есть, как бы все там, вот, я могу жениться. Нет. Согласно исламу, он может жениться второй раз, только в том случае, если первая жена не соблюдает правила ислама. То есть, если она не убирает в доме, если она не содержит в чистоте его детей, если она не уделяет ему времени, как мужчине, понимаешь? То есть, на этом случае он может прийти к ней и сказать ей, милая, ты не делаешь то-то, 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 поэтому я женюсь на другой женщине. При этом он имеет полное право привести вторую жену в этот же дом, но первая имеет право, либо она уходит, подает на развод с ним. То есть, она говорит, нет, я ухожу, он подает на развод и все. Но при этом он там содержит детей, если есть какие-то дети у них. Либо же, если она говорит, окей, я остаюсь, в таком случае он обязан содержать их поровну. Если сегодня день он провел со своей второй женой, значит, завтра день он должен провести с первой женой. Четко по времени то же самое. Если он дал 500 фунтов второй жене, он должен эти же 500 фунтов дать и первой жене. Вот такие правила. Конечно же, не все соблюдают правила, многие просто, я типа мусульманин, я хожу, молюсь, я вот такой вот правильный, я, мол, там соблюдаю правила Рамадана, которые у нас уже совсем скоро будет. Вот, но при этом он грешит, понимаешь, то есть он может и употреблять наркотики, и употреблять алкоголь, и при этом избивать женщину, но при этом, ну, как бы, в Коране этого нельзя делать. Но он вот такой правильный, за спиной, а как бы в глаза, а за спиной он совсем другой человек. Поэтому люди разные, люди разные абсолютно везде, не только тут, и везде люди разные. Поступают все по-разному. Понял, понял. А получается, если, например, меня касаться как славянского мужчину, что я, например, с египтянкой, если, то получается, мне надо с ней тоже контраст заключить, да? Обязательно. Если ты, да, если ты хочешь встречаться с египтянкой, тебе обязательно нужно заключить с ней брачный договор. Такой же опыт на коленке? Ты можешь заключить, если ты не собираешься дальше развивать отношения, жениться, ты можешь это на коленке сделать. Никто тебе не скажет, Леша, почему ты сделал это на коленке. И меня уже в тюрьму не послали, да? Нет, нет. Нет, нет, абсолютно. Вот как бы, если это будет мужчина-египтянин, да. Если это женщина-египтянка, это заключил с ней документ на коленках, не проблема. Не проблема. Нет, если ты не собираешься с ней жениться. Соответственно, согласно такому документу, она не имеет права ничего от тебя потребовать дальше. Только если этот документ на коленках будет составлен у адвоката, грубо говоря, где-то вы там купите его в какой-то там лавке, но все равно на нем будет стоять хоть один печать адвоката, хоть одна печать, она должна стоять. Вот. В таком случае она может при рождении ребенка, там должна, там будет пунктик, я тебе потом все покажу, чтобы ты запечатлил, как это все выглядит, мало ли кому-то понадобится. Вот. Там будет пункт, в котором будет указано, что при рождении ребенка ты обязан его содержать. Только так. А вообще тут ребенка дорогие? Потому что не знаешь. Ты знаешь, минимальное содержание ребенка тут, это ты обязан оплачивать ребенку школу. Это 100 долларов, да? Или бесплатные есть? Если это египетский ребенок, он ходит, как правило, в бесплатную школу, хотя у меня очень много друзей египтян и женщин тоже, у которых дети ходят в интернациональные школы, соответственно, там оплата от 100 до 150 долларов в месяц. Плюс ты обязан, как и везде, во всех странах, правильно, там покупать одежду какую-то минимальную. Опять-таки я говорю, ты обязан, но ты не обязан, то есть как бы по желанию. То есть все мужчины обязаны во всех странах, но не все это делают. Ну, если его поймают, если он там скрывается. Ну, у меня бывший муж 18 лет скрывается, и до сих пор сыну еще ничего не выплатил. Поэтому, да. Так как ты, вот я слышал, в России сейчас законы пошли, что если тебя посажают даже, или там какие-то спорники работают. У нас в Украине такие же законы пошли давным-давно, но, Лёш, никто никого не может словить. Если ты официально нигде не приписан, правильно, не прописан, ты не имеешь какого-то там определенного адреса, то кто этим будет заниматься? Где тебя искать? Никому не нужно, да? Соответственно, просто тебе ставят такой блок на вылет во все страны. Ты не можешь пересечь границу со своей страной, да, но при этом, если ты попытаешься пересечь, тебя просто словят. То есть, ну, как бы так. А так... По сути, это грозит только невыездом за границу, да, по сути? Ну, по сути, да. Если у тебя нету нигде какой-то официальной прописки, хотя, ты знаешь, с египтянами это не пройдет, потому что египтянин при рождении получает регистрацию в отцовском доме. И согласно закону, если он попытается убежать от алиментов, то будет платить его семья это. А, вот так вот. Да, поэтому в Египте тут, да, в Египте тут очень строго, в Египте очень строго, если ребенок родился на территории Египта, официально вы там замужем, неофициально замужем, это не имеет значения, как бы если ребенок рожден на территории Египта, соответственно, вы не имеете права забрать ребенка без отцовского разрешения и улететь куда-то там. Только если папа дал согласие. Вот так вот. Да, это очень серьезно, очень строго, поэтому очень многие девочки стараются лететь к себе домой или там куда-то в другую страну рожать там и возвращаться сюда с ребенком, получая паспорт другой страны, потому что если у ребенка будет два гражданства, соответственно, папа особо ничего не сделает. А, это имеется в виду, если, например, наша славянская девушка захотела, чтобы все-таки ребенок как-то она могла вывезти, то ей надо родить в своей стране. А если здесь она родит, то она его не вывезет, да? Если она, смотри, вот допустим, я знаю, согласно нашему закону, девочки, которые с Украины тут, они, которые родили детей на территории Египта в связи с тем, что сейчас военное положение, да, как бы беременные, уже никуда не выйдут, да и так вообще стрёмно выезжать. Поэтому они рожают тут и оформляют в течение определенного там двух с половиной месяцев, они оформляют ребенку в течение 10 дней, они подают документы в посольство, и в течение двух месяцев они получают паспорт Украины. Там здесь, да? Да, на территории Египта, да, и потом, как бы, делают двойное гражданство Египта. Опять-таки, каждая страна мира заботится о своих гражданах, и если мы официально зарегистрировали ребенка, прежде чем зарегистрировать его в Египте, хотя уже в момент рождения ребенка в госпиталях ребенок получает отпечаток пальца, делается отпечаток ноги мамы, ой, ребенка и отпечаток пальца мамы, и это все регистрируется в базе. То есть тут нет такого, что там бросили ребенка, его никто не нашел и не знает, чья это мама, ну, кто мама ребенка. Это все регистрируется прямо в роддомах. И опять-таки в этих странах в Египте никогда ты в роддоме не находишься больше, чем если ты сама родила, то максимум 2-3 часа и ты идешь сама домой. А, вот так, да? Да, если это кетерево сечение, то это максимально сутки, но опять-таки не бесплатно, бесплатно тут нет. Наташа, а увидел такие вот пары, как, например, славянский мужчина и египетская девушка, есть такие здесь пары? Честно, ты знаешь, что у меня есть одни такие знакомые, где славянский мужчина и египетская женщина, они живут в Александрии, они живут уже очень много лет, вот, и я тебе хочу сказать, у нее есть двое египетских детей от предыдущего брака, вот, и у них есть совместный ребенок, и это очень счастливая семья, то есть они просто безумно счастливые люди, она верная преданная жена, а он верный преданный муж, то есть такое встречается, наверное, редко, но такое случается. Случается? Да. Так получается, он принял мусульман, да, потому что... Нет, в мусульманстве, как бы, в Коране есть четко прописанные суры, где написано о том, что тебя не имеют право заставить принять ту или иную веру, вера должна быть у тебя в сердце, то есть ты сам должен принять, либо не принять, так же самое, как и если я, допустим, там, буду крестьянкой, к примеру, да, там, вот, моя сестра крестьянка, если она хочет выйти замуж за мусульманина, она выходит спокойно за него замуж, она может не принимать его веру. Он не имеет права заставить тебя принять его веру. Если какой-то мусульманин попытается там девушке навязать, вот ты должна, если ты хочешь, много таких у меня было случаев, когда наши девочки интернациональные, да, как бы наши славянки, и встречаются с парнем мусульманином, он там красивый, классный, хорошо ухаживает, они безумно в него влюбляются, и в один прекрасный момент он говорит, если ты хочешь выйти за меня замуж, ты должна принять мою веру. И они там бегут, падая, там, взбивая коленки, бегут, принимают веру, но при этом ничего про ислам они не знают, потом опять-таки он на неё надевает хиджаб, паранжу, закрывает её лицо, руки, ноги, этого не надо делать. То есть вера должна быть у тебя внутри. Соответственно, когда мы идём к шейху принимать ту или иную веру, шейх первое, что нас спрашивает, это, что тебя подвигло принять эту веру. Что для тебя значит вера? И вот ты как бы объясняешь, что для тебя это значит вера, где находится для тебя эта вера, то есть что ты понимаешь об этой вере. То есть о той или иной, о крестьянстве или о мусульманстве, дело не в... ну, как бы нет разницы. Разница лишь только в том, что ты должен принять. Если ты ничего не чувствуешь к этой вере, то почему ты должен её принимать? Только потому, что тебя заставили, ну, значит, и жизнь у тебя такая будет, ты же понимаешь. Никто тебе не может сказать, Лёш, ты, допустим, не любишь сладкий чай, а я тебе скажу, да бери и пей его. Ну, ты не должен этого делать, если ты не хочешь этого делать, если ты не любишь это, правильно? Ну, так же самое и вере. То есть никто не имеет права заставить нас принять это. И если вдруг мужчина пытается навязать тебе, сказать, вот, давай, принимай, конкретно можно не бояться говорить ему, открой, пожалуйста, Коран, держа книжку в правильном положении и прочитай его ещё раз, только нормально. Где чётко сказано, что заставить принять меня в веру, ты не имеешь права. Вот и всё. Каташ, я просто, ну, пробовал встречаться с египтянками, даже в переписке, например, в переписке, она сразу спрашивала, для меня очень важно, чтобы ты был мусульмальным, и получается так, что я сразу, ну, я честно говорю, я не мусульмальный, тогда мы даже и встречаться с ним не будем. Ну, как раз даже, да, сейчас разговор заканчивался, и всё. Поэтому для них прямо, ну, очень... Нет, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что у меня есть очень много знакомых, которые мужчина мусульманин, да, женщина крестьянка, они живут очень много лет в браке. А одно, что, почему многие женщины боятся те же мусульманки, да, вот как у тебя была ситуация, потому что законодательством чётко прописано, что мусульманка имеет право после смерти мужа потребовать его имущества, только если он был мусульманином. Так же самое я, допустим, я выхожу замуж за мусульманина, вот я мусульманка, соответственно, я имею право претендовать на имущество мужа. Если я крестьянка, я не имею право претендовать на имущество мужа, и после смерти моего мужа, к примеру, это имущество делится между родственниками. Только поэтому она тебя... А, бортует. Да. Если она смотрит сразу далеко, что... Ну да, может тебе там недолго осталось, да, может там она тебе чего-то подсыпет, что там сколько у тебя имущества, не было вопросов, какой у тебя счёт в банке, нет, сколько у тебя денег на счету. Это весь, она, ей как бы невера моя важна, ей важны уже законы вот эти, да? Конечно, но так же самое, как и тут мусульмане, ты понимаешь, то есть как бы, я же говорю, что с этим нужно быть очень осторожным и сразу говорить конкретно, открывай книжку в правильном положении, читай её как положено, просто. И ещё одно, если, допустим, ты мусульманин, к примеру, ну вот касается мусульманских мужчин, да, египтян, если он завёл свою семью, там, он женился на женщине, неважно какой национальности эта женщина, по сути он женился, то есть, да, он создал семью, он обязан обеспечивать семью. И чётко прописано, что деньги жены – это деньги жены. То есть девушка может помочь, если захочет, но она не обязана этого делать. Но при этом он обязан содержать семью, он обязан покупать продукты, оплачивать одежду, оплачивать жильё, он обязан это делать. Соответственно, если он не может этого сделать, ну тогда не создавай семью и вперёд, иди работай. Но учитывая то, что у нас очень много женщин, 55+, вот, которые там имеют свою какую-то там пенсию, особенно это очень много касается там немецких женщин, да, грубо говоря. И хорошую пенсию, да? Да, поэтому как бы с хорошей пенсией они тут и живут с мужчинами, да, египтянами, он там маленький молодой мальчик, который там крутится над ней. У меня был такой случай, вот, у меня знакомый работает в отеле, он мне звонит в таком, знаешь, истерическом смехе, говорит, Наташа, я сейчас просто сгорю от смеха, говорит, мы смеёмся все, мы не знаем, что делать. Я говорю, что такое? Он говорит, номер для молодожён. Я говорю, как, в смысле, ну и что? Говорю, что тут такого? Ну, номер для молодожён, говорю. А в форме, говорю, красиво, там, цветочки, ленточки, шампанское, всё как положено, да, грубо говоря. То есть, ну что, что нужно молодожёнам? Вот. А он говорит, нет, ты не понимаешь, говорит, ему 27 лет, ей 72, она немка. Лёш, и он говорит, мы вот, говорит, да, мы получили этот зелёный контракт, их не как бы, они официально женили, чтобы ты понимал. И вот это у них первая брачная ночь, да. И он говорит, мы, говорит, просто всем отелям, говорит, просто бегаем и можем спросить. У него хочется подойти к нему и на арабском его спросить. Парень, что ты будешь с ней делать ночью? Ага. А вдруг она умрёт в эту первую брачную ночь? 27, получается 37, 47, 57, 67, это уже 40 лет разницы. Да, да, да. И 42, это получается 45 лет разницы. Ни хера себе. Ребята, пробуйте так, напишите в комментариях, ребята. Да, у кого-то есть опыт отношений с разницей. Для меня разница в 15-20 лет, это уже, знаешь, перебор. Ну, я понимаю, как бы моложе меня, хотя первые мои отношения это были с египтянином, то есть мне там 36 было, грубо говоря, ему на то время было 29, но как бы разница небольшая у нас была. Но для меня это, знаешь, было, блин, а как твоя семья меня воспримет? А как вот твоя семья на меня отреагирует? Вот, как бы, вот у меня была вот так вот, мне было очень странно, очень страшно, очень дико как-то. Хотя в исламе принято, чтобы разница между мужем и женой была не больше 15 лет. То есть, допустим, если мы берем ислам, да, конкретно мусульманство, то жена пророка Мухаммеда, все египтяне это знают, она была Аиша, его любимая жена, она была старше его на 15 лет. Это была самая любимая его жена. Вот, у него было много жен, но как бы это была самая любимая его жена, которая поддерживала его в самые, знаешь, как говорится, плохие моменты и хорошие моменты. То есть, как должно быть и в жизни. Маму и стала, может быть, что-то там. Ну, ты же понимаешь, что может быть такое. У меня есть даже, допустим, вот в Украине мужчина, который старше своей жены, там, вернее, она старше его на 15 лет, и при этом они в идеальном браке, она очень любит его, она его очень поддерживает. Это люди, которые прошли самые плохие моменты вместе в жизни и самые хорошие моменты, то есть богатство и бедности. То же самое тут. Как бы вот так. Да, интересно. Слушай, это получается вот хорошо, вот, брачная ночь, ей 72, ему 27. Даже не спрашивай, я не представляю, как это все происходило, хотя мне очень интересно. Нет, вот они как, они так дальше живут-то вот, ну... Они, наверное, играли в шашки. Да, играли в шашки. Да, это распространенная игра в Египте, шашки, шахматы. Ты же видел, да, что если ты видел в египетских кафе, где они смотрят, то есть футбол постоянно, ты, наверное, видел, да, курят кальян, смотрят футбол, играют в шашки или шахматы. Это распространенное. И домино. Вот, наверное, они выбрали какую-то из этих игр и играли в игру. Как бы я просто не представляю, что они делали в таком, с таким большим разницей в возрасте. Ну, не знаю. Он женился, получается, он ждет, когда она уже, скажем, даст концы, да? Ну, вот, наверное, я не знаю, может, она уже в отеле отдала концы после первой брачной ночи, он получил доследство, я, конечно, не знаю, но это будет очень интересно узнать потом. А вообще, чего ему достается? Вот то, что она здесь купит, если вдруг она купит квартиру здесь или что? Да, конечно. В Германии же ничего ему не достанется? Опять-таки, может и достаться в Германии, если он получит международный паспорт. А, международный паспорт. Да. Он даже предъедует на ее там квартиру в Германии. Как правило, мужчины-египтяне, очень многие, которые без образования, там, без хорошей семьи, они хотят жениться на славянке, чтобы уехать в Россию, в Украину, в Германию или иметь доступ, путешествовать по разным странам. То есть, как бы, многие так. Многие рассматривают варианты того, что, ну, вот, опять-таки, у тебя есть знакомый, который купил машину, ему сказали запиши на египтянина. Все это полный бред. Если ты покупаешь недвижимость или машины твоим подписчикам на будущее, записывайте только на себя. Имея хороших адвокатов, можно записать на себя. Опять-таки, если вдруг кто-то когда-то захочет, можешь обращаться ко мне, я дам тебе хорошего адвоката, который проведет любые сделки. Человек, которому мы доверяем, с моей семьей, который проводил нам сделки в покупке недвижимости нашей семьи. Вот, как бы, человек, который знает, как и что правильно сделать. Опять-таки, нужно быть очень осторожным, потому что египтяне, которых ни кола ни двора, мы сами это понимаем. Они говорят, вот, ты не имеешь права, запиши на меня. Мы же такие, типа, да, окей, давай, я же не хочу потерять это. Но, по сути, мы не задумываемся о том, что это хороший подарок ему. Потом, получается, уже ничего не вернешь. Все, ты ничего не докажешь, ничего не вернешь. Абсолютно можешь забыть об этом. Все, все понял. Аташа, у тебя были такие случаи, которые Евгения хотела именно с тобой там встречаться, чтобы ты в Украину забрала, например? Ты знаешь, у меня был случай, когда даже хотел жениться, при этом рассматривал вариант сделать международный паспорт, потому что, как бы, для Украины многие страны открыты, и даже там улететь в Америку не проблема, поэтому только ради этого. Но, опять-таки, не учитывают они моменты те, что для того, чтобы он улетел куда-то там после свадьбы официальной со мной, я должна ему открывать визу. То есть я должна сама обращаться в посольство, давать разрешение ему, подтверждать, что это мой муж, то есть, как бы, этого многие не учитывают и думают, ну, все, я женился, дело сделано, дело в шляпе, а, получается, совсем не так. Можно выводиться, паспорт уже есть, да? Нет, согласно закону, он должен прожить со мной не менее пяти лет. О, вот так, да. Так, подожди, а вот если женилась, он там подает на гражданство украинское, да? И только через меня, если я сама подаю, тогда да. А, да. Он самостоятельно этого сделать не имеет права. А, только с тобой все, да. Да. Слушай, а вот здесь по закону, получается, если у вас там совместный ребенок, он как-то, ну, тебе платит элементы или нет? Мне алименты, да. Да, если у нас есть совместный ребенок, он просто обязан содержать меня и ребенка. А, вот так вот, да? Конечно. Интересно. А скажи, вот здесь, дочка, получается, у тебя учат в школе, какие вот здесь три бытия вообще, здесь есть бесплатные школы для наших? Ты знаешь, для наших детей тут бесплатных школ нету. Единственное, что наши дети, если они общаются на английском языке, есть, опять-таки, англоязычные школы, ну, либо ему ей идти, если бесплатные, то только арабские школы, ну, то есть, опять-таки, там английский язык zero, ноль, это только арабский язык. Ну, пусть даже на арабском, зато бесплатно учатся. Ну, так, Леша, а образование какое? Ну, на арабском, по-моему, что-то заболеет. Нет, образования там нету, там практически, грубо говоря, пять предметов, из них они, знаешь, как открыли, как ты читаешь иногда книгу, там, открываем первую страницу, прочитали оглавление, открыли средину, прочитали, что в средине, закрыли книжку, прочитали, что в конце, типа, короткое описание, на этом всё. Ну, вот, грубо говоря, вот так. То есть, если мы добиваемся какой-то там образования, то есть, у меня дочка вот заканчивает школу, да, там, через пять лет, я хочу, чтобы она поступила в Каирский в университет, то есть, у неё мечта быть стюардессой, и поэтому, да, поэтому, как бы, у нас есть цель. Соответственно, только так. Я не хочу, даже в Украине, у меня дети бесплатные школы, это не для нас. Я лучше буду работать, я не буду спать ночами, но у меня ребёнок будет учиться в нормальной, как и для нормальных мам и пап, мы хотим дать своему ребёнку нормальное образование, как давали нам родители, да, как бы, ну, как бы у меня родителей не было, бабушка и дедушка, но они мне дали нормальное образование, они платили за меня везде и всюду, только для того, чтобы я могла получить это образование. Ты училась в платных школах, да? Я не помню, у меня были в обратной школах где-то? Были курсы разнообразные, конечно, у нас даже были университеты, институты, колледжи, техникумы, которые были платные основы, была бесплатная основа, соответственно, если мы курсы разнообразные, опять-таки, IT-курсы, курсы визажистов, курсы парикмахеров, в то время я закончила очень много курсов, но это было платно, то есть для того, чтобы, да, для того, чтобы получить какое-то знание какие-то, то есть школа, но опять-таки не равняя, у нас даже в Советский Союз, мы помним 90-е, у нас были школы, но они были школой. Лёш, где тебе конкретно требовали, где ты боялся прийти, не выучить какую-то тему, потому что ты знал, что ты получишь двойку, а потом папа тебе даст трендулей, вот, ты же боялся, и ты понимал, что тебе нужно прийти домой, сделать домашнее задание, потому что ты не пойдёшь на улицу, если ты не сделаешь домашнее задание, то есть как бы мы этого боялись. Тут ты видишь прекрасно, каждый день полно детей на улице, и при этом вопрос назревает, почему дети не делают то или иное домашнее задание, потому что, по сути, его никто не задает да то есть у меня ребенок учится в школе но при этом она еще учится и в онлайн школе украины поэтому она у нее как бы две школы сейчас да у нас две школы и при этом она учит еще тянет иностранные языки немножко как бы арабский английский для того чтобы в будущем не было легче тем более она живет в этой стране и необходимо знать эти языки в испании ребенок должен взять хоть школу или он может онлайн обучаться и никуда ходить нет ты знаешь в египте нету понятия он обязан это делать ты можешь обучаться онлайн получит два образования до школы еще но у нас тут она учится в украинской школе но суть не в том тоже тут в египте есть украинские русские школы допустим если мы говорим или все вместе нет разные мы говорим если о школах то у У нас тут есть немецкая школа, у нас есть интернациональная, где учатся дети англичане, и немцы, и испанцы, как бы все, да. И даже у нас есть Китай, китайцы живут тут, все обучаются в интернациональной школе, плюс у нас есть очень много русских школ, у нас есть украинские школы. Отдельно они, да? В Хургаде, да, это все находится в Хургаде. В Каире есть интернациональные, есть русские школы, то есть украинских школ в Каире еще нет, да. О, а чем разница там украинская и украинская? Смотри, система образования, начнем с того, что русские школы учатся по системе образования Российской Федерации, правильно, там история России и все остальное, зачем моему ребенку знать историю России? А, вот, вот. Мне неинтересно, соответственно, язык это на русском языке, то есть у меня ребенок учится на украинском языке, плюс арабский, английский, но при этом у нас история Украины, у нас нет истории России, то есть разница в предметах. Опять-таки все предметы, все книжки в России на русском языке и система образования разная. У нас учатся уже давно по программе НУШ, мы учимся, да, это программа разработана Америкой уже очень давно, много лет назад, вот, она как бы упрощенная, вроде бы, но сегодня я тебе покажу математику, когда ребенок придется в школу, и ты поймешь, что далеко не упрощенная. То есть та математика, которую мой ребенок изучает сейчас в четвертом классе, мы с тобой изучали там в колледжах или техникумах, то есть это высшая математика, да. Ну, я как мама, я не напрягаю ребенка там, да, там, ты должна это учить. Нет, если ей не дано математика, но ей дано там арабский язык, она будет знать арабский язык. Если ей не дан немецкий язык, ну, дано там, выучить английский, ей это идет, то пускай учит то, что ей дано, то, что ей легче. Зачем наседать на ребенка и там, вот, учи давай, ты должен это, напрягать ребенка и куча репетиторов, как это делают много мамочек, да, там, куча репетиторов, куча еще кого-то. Зачем забирать у ребенка детство? У ребенка должно быть образование, при этом мы не должны отбить желание учиться. И при этом ребенок должен смотреть на мир, кушать фрукты, ездить на экскурсии, видеть дельфинчика, видеть морька, но при этом, когда мы забиваем ребенка репетиторами, да, у него нет возможности просто выйти на улицу. Ну да. То есть это глупо. Зачем? Тем более в Египте. Это вообще глупо. Да и ребенок, все репетиторы стоят денег таких немаленьких. Конечно, ну вот тем более в Египте. Пожалуйста, у нас есть возможность выйти на улицу, подышать воздухом, съесть банан, сорвать с дерева финик, съесть финик. Зачем? В Туше, кстати, есть ледяной бассейн с водой. Да. Не ходит дочка? Нет, Леша, еще рано. Ты уже два раза нырнул. Нет, для нас еще рано. А вот действительно платное вот это образование онлайн украинское, оно платное тоже или бесплатное? У нас есть бесплатное, есть платное. Сейчас в связи с войной, да, очень много компаний, которые, я даже закончила несколько курсов уже, которые преподаются бесплатно нам. Да, в связи с войной многие есть курсы бесплатные, но при этом они когда-то то или дорого, сейчас нам их дали возможность выучить бесплатно. Да, вот даже так, да, все, интересно. Вот скажи, Наташа, вот ты мечтаешь выйти замуж за египтянина? Нет, Леша. Нет? Нет. А за кого ты мечтаешь? Ты знаешь, вообще не мечтаю. Вообще не мечтаю? Нет. Если я, конечно, встречу принца на белом коне, как в сказке, который будет заботиться обо мне, но в первую очередь он полюбит моего ребенка, я не хочу, чтобы он там, типа, вот, заменил ей папу на 100%, мне это не надо. Но хотя бы я буду понимать, что это для нее как друг, советчик, он может прийти к нему посоветоваться с ним о чем-то или вот тогда возможно. Но на данный момент нет. Мне неплохо жить самой. А, самой. Ну вот представь, здесь зимы нет, вот сказать, что он на белом коне по мамше здесь вот. На белом верблюде ты хотел сказать. А, ну да, верблюде. С конями тут, конечно, варианты неплохие, но верблюды я предпочитаю больше. Понятно, понятно. Интересно, конечно. А скажи, у тебя подружки есть, египтянки, вот, с кем-то общаешься? Да, очень много. И как вот они, как подружки, все-таки? Абсолютно нормально, как и наши. Как им, то есть, как и славянки, абсолютно. Я тебе хочу сказать, что, наверное, и у нас, и у вас есть девочки, которые, когда ты им выгоден в чем-то, да, там, помощи в работе, помощь деньгами или в чем-то еще. То есть, она там поплакала с тебе, Лёш, там, у меня там плохо все, поплакала с тебе в жилетку, да. Но когда Лёше плохо, ее нету. Ну вот есть такие. То с египтянками у меня очень много, я даже тебе больше скажу, я общаюсь с семьей бывшего мужа первого. И я очень люблю его семью и уважаю, и общаюсь с женщинами, его семьи, даже общаемся с ним. Вот, при этом они такие, которые в тяжелый момент, в трудную минуту, они тебя поддержат. Вот, как бы вот так. То есть, у меня много таких девочек, которые, когда у меня там тяжелая ситуация оказалась, они меня поддержали. И поддержали меня именно египтяне. А, вот здесь, да? Да. Понятно, интересно, достаточно. А, смотри, вот, живя здесь, вот ты, на сколько процентов из статы здесь счастлива в Египте? На 100. Прямо на 100? Да. Прямо никаких девочек нет? У меня нету, нет, у меня нету желания, у меня есть желание там приехать, навестить сына, родных, но, как бы, я понимаю, что жить в любой другой стране я не хочу. Да, конечно, тут бывают моменты с работой, как ты понимаешь, как и во всех странах, есть сезон, есть не сезон работы, да. Но при этом можно наслаждаться жизнью, можно жить, можно радоваться тому, что я смотрю на то, как живет мой ребенок, я смотрю, где ей комфортно, ей комфортно тут, ей хорошо тут, она счастлива, я счастлива. Поэтому у меня, я счастлива, я знаю, что в этой стране, да, я счастлива. Счастлива. Вот, а что, ты уходишь, мусор тут тебя никак, ничего не раздражает? Ну, смотри, вот, мы живем с тобой на Мамше, ты видел тут мусор? Нет, ну, на Мамше нету, ну, заходишь в... Но если мы с тобой поедем на Шаратон, в заброшенные районы, там будет мусор, Леша, скажи, пожалуйста, где в районах России или Украины, или в районах Германии, все чисто. Да нет, ну, понятно, что везде... Везде есть грязные районы, и независимо от того, в какой стране мы находимся, в Китае там вообще кошмар. Вот, как бы, да, главная улица чистая, между однорайончиков там ужас, ужасный. Так же самое и мелкие районы Хургады, так же самое мелкие районы Каира и так далее. Есть районы, где чистые, есть районы, где грязные. Но меня это не смущает. У меня есть море. Я утром просыпаюсь с тобой сейчас, да, ты у нас в гостях, беру кружечку кофе, открываю окно и просто любуюсь вот этой природой, любуюсь этими пальмами, морем. И я каждый день счастлива, что мой день начинается с кружечки кофе, с рассвета на море. Вот так. Все, отлично. Наташа, а вот скажи, ты рекомендовал бы, вот, стоит переезжать жить на постоянку в Египет? Ты знаешь, если у тебя есть активный доход, если ты можешь понимать, что ты можешь в один момент прекрасный не работать в какой-то компании, потому что в Египте очень тяжело сработать, из-за того, что если у тебя нет резидентской визы, если у тебя нету знаний иностранных языков на 100%, то работать в отелях, в туризме ты не будешь. То есть это работы, где хорошая зарплата, да? То есть ты будешь работать на минимальную зарплату где-то там, вот, а с хорошей зарплатой, это если у тебя знание английского языка, знание немецкого языка, причем знание компьютера, тогда в спокойном режиме ты можешь найти себе работу в отеле. Работать в отеле, получать там 300-400-500 долларов, но при этом снимать у египтянина квартиру за, сейчас это курс черного рынка 60, да, фунтов, это за 50 долларов, если брать по курсу банку, то за 100 долларов. Но при этом ты можешь себе еще на 300 долларов неплохо жить. А, вот так. Да, да, то есть как бы, как по мне, то стоит попробовать пожить в разных странах для того, чтобы определиться, где тебе хорошо. Вот ты представляешь, вот смогла бы ты здесь прям до конца жизни вот остаться в египте? Да, я да. Прямо вот здесь только, да, больше никуда? Я именно вот знаю на 100 процентов, да. Что это твоя страна, ты бы здесь уже, ты когда домой в Киев не тянет, не скучаешь? Ну, сейчас очень скучаю и тоскую, потому что там есть мой сын, и ты это знаешь, и как бы есть момент, в котором я не могу туда поехать, не могу его забрать, но я хочу поехать в гости к сыну, когда это все закончится, к друзьям, но жить там нет. Я все равно вернусь сюда. Да, я очень много лет до того момента, когда я осознала, что это моя страна, я люблю эту страну, я хочу жить именно тут. Мы путешествовали, мы жили в Украине опять-таки, да, но мы прилетали в Египет, мы побыли в Египте там месяц, мы летели обратно в Киев, да. Но при этом я понимала, что я очень скучаю. Уже на второй-третий день я безумно скучала по Египту, я уже рассматривала варианты билетов, когда я сюда вернусь. То есть мне безумно было скучно, и для меня, ну я же тебе говорю, я такой, знаешь, я не могу жить без фруктов, я не могу жить без моря, то есть для меня это все. В Украине, как и в других любых странах, фрукты очень дорогие. Я очень люблю манго, тут оно в сезон вообще самое дешевое, то есть как бы у нас оно стоит очень дорого. Ну да, да. Вот, поэтому, ты сам понимаешь, поэтому нет, я люблю Египет, я безумно люблю ихнюю культуру, поэтому, это моя страна, я очень люблю ее. Я люблю медицину тут, да, тут врачи очень хорошие, поэтому. А здесь вот ты живешь с страховкой или просто здесь? Без страховки, у меня нет страховки. Если у меня какой-то случился случай, я иду в госпиталь, у меня очень много друзей, они директора уже госпиталей, как бы и я обращаюсь к ним, но раньше, когда я их еще не знала как друзей своих, я могла просто спокойно обратиться за медицинской помощью, но при этом опять-таки нужно быть очень внимательным. Если у тебя там люди прилетают, твои подписчики не по туристическому там какому-то направлению, да, там не покупая там туристический пакет, да, они прилетают, просто сняли жилье, вот как ты там, ну просто тут пожить, они могут обращаться в госпитале фунтами оплачивая. А, ну это недорого будет, да? Нет, смотри, консультация врача, фунта где-то 200 фунтов. Ну это, в принципе, ну 200-250 фунтов. 400 рублей, да, это, грубо говоря, это недорого. Мы же не болеем каждый день. Ну да, да, давайте. Итак, друзья, если кто-то хочет заказать какую-то экскурсию по Египту в Фургаде или вообще по всему Египту, или нужна какая-то информация, чтобы помочь, там, снять в аренду, что-то еще, то контакты Натали я оставлю в описании и в первом комментарии. Всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok